ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 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 группу вконтакте и постепенно начали вместе работать в творческой мастерской есть и девушки так как у нас у всех разные ходе есть допустим у кого-то это истерическое фехтование реконструкция у кого-то там страйкбол и тому подобное направление и в целом просто мы опять же в одной компании общаемся и кому-то что-то надо сделать человек приходит смотрит и такой хочу а можно к вам вот некоторые люди остаются с нами работают мы им помогаем как-то с их проектами и соответственно там тоже какие-то свои задачи говорим хотите сделать таки да хотим так вот делайте большинство проектов которые делают ребята это точные исторические копии ты берешь источник археологический и по нему делаешь то есть это может быть как предмет быта то есть там даже ну не знаю там шкатулка гребень это может быть там материалы кость дерево и делаешь точь-в-точь как оно было то есть соответственно как вот именно этот период в этот регион ну собственно чтоб под один в один было наш клуб клуб исторической реконструкции варяг мы занимаемся ранним средневековьем там 9 10 век то есть соответственно мы опираемся на археологические находки источники и собственно то есть и этой костюмы и то есть есть у нас есть люди которые их шьют вручную подбирая ткани цвета оттенки чтобы она была вот один в один как по находкам там обувь поясные наборы доспехи все вот как оно было есть фэнтези это это фэнтези то есть вот есть на продай есть направление ролевых игр живого действия по сути это театрализованные постановки где надо красивые доспехи на люди для людей которые хотят подбиться но чтобы они были легкие ну и соответственно там минимум ухода поэтому в эти это направление мы его делаем из пластика в большей степени все эти доспехи конечно делаются для спортсменов но если вы вдруг захотите и себе сделать костюм викинга 10 века но для личного пользования проблем не будет ну и конечно ребята по-настоящему увлечены своим делом ну во-первых да интересен процесс то есть для начала захотелось что увидел что-то захотелось сделать допустим вот я увидел коллеги этот самый доспех свое время пластинчатый был сделан этот кировский коллега он делает доспехи для исторической реконструкции и вот это то что называется ламеллярный доспех на 12 век я посмотрел думаю полин а было прикольно сделать его из пластика то есть это византийский комплект ближе к византии почему бы не сделать византийский доспех для игр из пластика ну и собственно коллега поделился чертежом пластинок источниками на них то есть это опять же диаметр отверстий размеры ну и собственно дальше сидишь то есть это был для начала надо сделать нарисовать пластинку чтобы она чтобы вырезать на чипу после чего сидишь и собираешь и вот уже есть моменты постепенно там на понимаешь что вот тут она делается вот так а здесь она делается вот так переделываешь когда появляются там скрываются какие-то недочеты и ну больше всего радует конечно и процесс и результат но не без ложки дегтя появилась правдеформация близкие люди не любят сидеть с реконструкторами смотреть исторические фильмы ребята сразу замечают все исторические неточности но вообще конечно им можно позавидовать не каждому дано настолько глубоко погружаться в историю это геологическая лупа или как ее называет назар мокин и просто стеклышко юный но очень рассудительный ученик пятого класса точно знает как важно развивать кругозор он кажется разбирается во всех моллюсках и может научить любого взрослого хожу я уже где-то три года больше всего мне здесь нравится путешествовать и узнавать что-то новое допустим в екатеринбурге был минерал шоу там мы изучали различные породы можно было купить всякие сувениры ну и много чего интересного лекции про метеориты школа геологов место в которой ребята всегда спешат с удовольствием посещают занятия два раза в неделю они разбирают минералогию палеонтологию и многое другое сегодня темой урока стали моллюски тема нашего занятия сегодня моллюски тип моллюски моллюски делятся на три класса какие знаете класса в кабинете раздаются ответы ведутся дискуссии даже споры в школе геологов занимаются ребята разных возрастов с 5 по 11 классы старшеклассники тоже питают интерес геологии ведь занятия не только теоретические но и практические разобрали на уроке тему увидели в живую на экскурсии таков принцип обучения в школе геологов рассказывают что летом они совершают экскурсионные и экспедиционные выходы в лес и поле зимой любят ходить по пещерам я уже сюда хожу 5-6 лет я побывал очень много где побывал нижнем тагиле побывал на двух слетах на двух сплавах и много где еще со своим учителем ребята объездили множество точек пермского края побывали в красноуфимский изучали морскую фауну съездили на конжаковский камень и палео вулкан соколья гора это у нас объединение нашему объединению пилигрим 10 лет и первые пять лет мы занимались просто туризм то есть получали удовольствие ходили в походы вот немножко подключали крыльевическую деятельность но а вот последние пять лет мы стали заниматься геологией вот и естественно к обычным походам присоединились какие-то исследовательские работы и конечно стало гораздо интереснее исследовательские поездки рассказывает учитель они с ребятами совершают почти каждые выходные если позволяет наша уральская погода всегда делают фотографии на память ну и в научных целях конечно каждый год юные исследователи участвуют в проекте геологические походы школьников проект реализуется при поддержке министерства образования и науки пермского края организатором является пермский краевой центр муравейник мне очень нравится таганай я просто без ума от него первых очень удобно для подъезда и во вторых это очень красиво место просто не передать словами там много минералов минералы гранаты различные силикаты сланцы кварциты авантюрины но и просто само место великолепно недавно на слете краеведов экологов и туристов в тагиле ребята заняли второе место все благодаря упорной работе их педагога который не только дает детям бесценные знания и опыт но и прививает любовь к родине и к нашему краю и интересному для ребят проекту геологические походы школьников в этом году участие в проекта приняли более двухсот учеников перми пермского края ребята совершают свои маленькие научные открытия учатся находить и обрабатывать информацию такие дополнительные занятия помогают школьникам определить круг своих интересов и раскрыть таланты кто знает возможно кто-то из них захочет связать свою жизнь именно с этой сферой следующий поход ребята планируют совершить в пещеру скаутов будут изучать отложение кунгурского яруса но в конце декабря отправиться на еремель это вторая по высоте точка и южного урала так у нас еще одно грузинское блюдо на повестке дня продолжаем постигать грузинскую кухню 100 делаем здравствуйте приветствуюсь зрителям нашим сейчас мы начнем данным уже готовить сацию сацию это блюдо который готовится вообще-то готовят из индейки вот нас настоящий сацию это из индейки готовится но данный момент у нас есть просто курица оттурная курица вот сейчас нам надо у вас нет индейки и да что курица то есть обычная курица варим просто варим и все достаточно пока это уверен сейчас следующий шаг у нас получается сейчас начнем уже смесь деляться вот то есть для сацию обычно обычная у нас как его блендер загибаем туда корни от кинзы да корни вот корни корни от кинзы потому что вкус дает хороший вкус дает да очень вкусный получается сайт можно и без этого тоже но если добавлю туда два раза вкусные будут следующий добавлен чеснок цель 1 зубчик достаточно будет то что сейчас мы делаем количество это будет достаточно следующий шаг сейчас уже начнем специи добавлять это у нас получаются уцхо-сунели да без этого никак не получится уцхо-сунели смотрите мили сунели здесь у нас это уцхо-сунели вот уцхо-сунели который обычно магазине продается любой человек может придется туда и покупать вот тоже малое количество вот так смотрите обращайте внимание не перебарщивать ни в коем случае а то что куда одну шагу вот так добавляем все достаточно пахмели сунели добавляем туда вот так чуть-чуть еще добавлю следующий у нас получается обычный красный перец дробленый острый перец да только немного а то будет очень острый достаточно следующий добавляем соль тоже немного вот так чуть-чуть еще я уже чувствую сторону сейчас добавлю уже получается у нас грецкий орех его побольше да и его побольше но соцвета что так вот соцвета составит самый главный грядин там идет грецкий орех вот того ленту до грецкий орех вот так слушай а раньше блендеров не было как делали руками то есть все прямо и перемешать вот так часто нам понадобится еще воды добавить туда и вода до сейчас смотрите как надо определить определимся то есть сколько надо будет вот смотрите все то есть полностью вот ровно стало да все больше не надо то есть все больше ничего не добавляем туда вот сейчас перемещаем вот так и все начинаем уже поставить сюда и включить бленды вот так сейчас смотрите как надо определиться то есть хватает там воды или нет когда начинает густеть вот как сейчас данный момент остатки там воды если через черный много добавили грецкий орех можно еще воды добавить туда вот если воды много получилось если воды много получится ничего страшного опять берем орех грецкий добавим туда и так же ставим то есть не очень хрустой и не очень следующий шаг курица вареная курица уже положим туда наши соус добавляем и конце добавляем еще так называемый растительное масло вот так немного да тоже немного все наши соци уже готова можно пробовать а то есть зелень еще добавляем то все по зелень ну как бы я что камера не передает всех ароматов которые мы сейчас почувствуем я думаю что это очень вкусно так это очень легко готовится и очень быстро готовится то есть холеное блюдо грузиское социо так название социо все готово можно покушать приятного аппетита обрешили мы сегодня посвятить наши занятия тренировку такой теме теме гололеда скользко чтобы если упасть то упасть правильно и максимально безопасно как обычно в этом зале слова константина здравствуйте но у нас единоборства же были то есть как бы в единоборствах есть раздел умение падать у японцев это называется у кэми вот и у китайцев на одну часть гимнастики ушу часть гимнастики тайцы всегда есть умение падать каким образом что это делается то есть мы начинаем учиться правильно падать с чего мы можем начать то есть нам нужно правильно группироваться прежде всего что что это такое то есть на момент потери равновесия нам нужно собрать собраться все вместе то есть бывает самая распространенная ошибка это делают все даже начинающие когда начинает бороться они падают да на руки то есть падает он начинает падать вот таким образом вот соответственно травма руки после этого рука боль человек уже не контролирует себя и пластью начинает там падает наш мозг он должен научить включаться поэтому почему я говорю все время про тренировки тренируйтесь вот вперед тоже самое подскользнулись упали движение все в стороны колени стороны руки в центр не наоборот падает вот так обычно руки сюда вот как начать ну да руки к себе ноги в стороны то есть соответственно вы площадь раз то есть я показываю движение когда мы падаем во время схватки каким образом начинать учиться падать всегда начинается с более низких до стартов кувырок вперед выстраиваемся движение ставим колено поставленное колено это же плечо Не через голову кувырок делается. Через плечо. Самые первые движения. Пожалуйста, пробуем. Через плечо встали. Развернулись. И еще разик. И вот где-то, когда мы делаем 100-150 раз, мы приблизительно начинаем правильно уже кувыркаться. То есть правильно группироваться. Ошибка всегда, я даже смотрю на детских тренировках, они кувыркаются через голову. Нельзя через голову кувыркаться. Потом, когда мы научились кувыркаться с колен, красиво, хорошо, мы начинаем кувыркаться с ног. Движение. То же самое движение. Как бы раз. Раз. Все просто. Пробовать будем? Я не кувыркался. Очень много лет. Ладонь. Локоть. Плечо. То есть это плечо, противоположная сторона. Да, Игнец. Аккуратненько. Ого. Через голову сейчас было не совсем правильно. Еще по колене. Конечно. Через плечо прямо. Сейчас попробуем. Все равно мне. Да, все равно голову, да? Да. То есть вот этот момент. Тренировки и еще раз тренировки. То же самое с кувырком назад. Движение нужно довести до автоматизма. Тогда во время падения ваш организм среагирует правильно. Паш, привет. Серега, привет. Паш, мои подписчики спрашивают, можно ли показать какие-нибудь оригинальные упражнения, которые можно добавить и разбавить в обычную тренировку для рук? Да, конечно, приезжай. Осирен, здорово. Как сам? Нормально. Ну что, я пришел, давай покажем. Сейчас закачаюсь. Девчонки. Спасибо. Первое упражнение, которое сегодня мы будем выполнять, называется подтягивание. Я делал в начале каждой тренировки. Так как Сергей ко мне обратился с просьбой показать креативное упражнение, буду показывать креативное упражнение. Сгибание рук, стоя на коленях, с упором в скамью. Итак, что мы делаем? Поднимаем кроссовер на высоту лавки. Берем кривую рукоять. Большое, вытаскиваем ее вот сюда. Опа. Стоимся на колени. Локти ставим в максимально узкое положение. И делаем такие сгибания. Обычное разгибание рук на трицепс. Выполняются они с небольшим весом. Акцент. Упражнение делается на технику. Руки разгибаем до конца. Наше движение грыщу только сустав. После чего опускаем максимально наверх. Для того, чтобы сгибать трицепс. В таком режиме с вами работаем. Для тех, кто хочет себе большие и огромные руки, ребята, нужно качать трицепс, а не бицепс. Потому что трицепс составляет две трети руки. А бицепс всего лишь одну треть. Четвертое упражнение наше сегодняшней тренировке. Креативный. Выполняется в тренажере для тяги нижнего блока. Локти у нас сходятся в оси корпуса. Делаем сгибание. Принципиальный момент здесь. Рука разгибается на сто процентов. Локти не двигаются относительно корпуса. В таком режиме работаем. Пятое упражнение на руки, которое сегодня мы будем выполнять, называется жим в трицепс в машине. Руки выставляются у нас на ширине плеч. Локти направятся вдоль корпуса. В таком режиме мы с вами работаем. Для построения пиковых бицепсов я использую следующий принцип. Выполняем три упражнения на бицепс. Одно выполняется, когда локти находятся в плоткости корпуса. Другое, когда локти находятся в плоткости перед корпусом. И третье, когда локти находятся сзади корпуса. Берем гантельки, садимся на лавочку. Используем третью проекцию, где локти находятся за осью корпуса. Также рука разгибается на сто процентов. В таком режиме мы будем задействовать максимальное критическое мышечных волокон. И работаем. На трицепсе у нас находятся три мышечные головки. Длинная голова, которая состоит на основную часть трицепса. Средняя голова и короткая. Если вы хотите себе огромные руки, вам нужно направлять бруску именно в длинную голову. Потому что она составляет основную часть трицепса. Лучшее упражнение для длинной головки называется разгибание одной руки из-за головы. Взяли гантель. Опускаем максимально глубоко. Растянули трицепс. Плачок делаем уже наверх. Раз. Максимальная амплитуда вниз. Максимальная амплитуда наверх. Для того, чтобы задействовать максимальное количество мышечных волокон. Слушай, про твоего пса какие-то легенды ходят. Что какой-то монстр огромный и очень хищный. Это реально мой ребенок. Я его очень сильно люблю. Зовут его Атлант. Порода американские були. Порода очень редкая. Собака компаньон. Она выглядит очень агрессивно. Но на самом деле это самая беззабинная существовала на Земле. Чем и ставится эта порода. То, что они выглядят максимально агрессивно, брутально. Но на самом деле внутри они маленькие ангелочки. Паш, расскажи о своих регалиях и достижениях. Мои высшие достижения это финал чемпионата мира, где я стал пятым. Также я являюсь чемпионом России. На федеральном и региональном уровне я выиграл все. Лучшие достижения моих клиентов это... Я воспитал одного чемпиона Ордон Классик. Чемпиона России по моим физикам. Визу чемпиона России. И также мои клиенты выиграли все соревнования на федеральном и региональном уровне. В настоящий момент я готовлюсь на чемпионат мира, где я хочу привести в Перми медали международного уровня. Что я обязательно сделаю.